Здравствуйте, уважаемые огородники! Вот и наступило наше долгожданное время, начало дачного сезона, который мы так долго ждали. Конечно, наше первое агротехническое мероприятие – это посадка рассады. Первыми мы будем высаживать длинные культуры – баклажаны, перцы, томаты. Чтобы вырастить здоровую рассаду и обеспечить отличный урожай в следующем сезоне, я предлагаю несколько агротехнических приемов. Давайте разберем каждый из них. Первый этап – это почвенная смесь. Это очень важно и для всех культур, в том числе и для томатов. Мы насыпаем в емкость 7-10 сантиметров почвы, делаем бороздки глубиной полтора сантиметра и раскладываем наши семена и засыпаем примерно сантиметром почвы. Чтобы обезопасить нашим рассаду черные ножки различных гнилей, я предлагаю использовать препарат «Здоровая земля». Препарат «Здоровая земля» мы разводим 2 миллилитра на литр воды. Мы сможем протравить нашу почву либо после посева уже семян, либо перед посевом. От черные ножки и корневых гнилей страдают не только овощные культуры, но в большой степени и цветочные растения, так как они мелкосемянные, часто бывает, что они всходят и через неделю погибают. Поэтому препарат «Здоровая земля» эффективно использовать и для выращивания рассады цветочных культур. Как я уже говорила, первыми мы сажаем рассаду длинных культур. Таких как перцы, баклажаны и, конечно, томаты. Часто семена этих культур всходят долго и являются тугорослыми, потому что это не совсем связано с освещением или с температурным режимом, а может быть, связано именно с биологией этих культур. Поэтому мы должны помочь создать благоприятные, комфортные условия для нашей рассады, а для этого провести на первом этапе замачивание семян. Я советую использовать для этого препарат стимулятор роста «Рибафэкстра». Для замачивания семян мы берем каплю препарата «Рибафэкстра» на 200 мл воды и в этом растворе смачиваем либо фильтровальную бумагу, либо марлю и раскладываем наши семена примерно на 6 часов. «Рибафэкстра» стимулирует энергию прорастания. Наши семена зайдут быстрее и проростки будут крепче. Замочить семена мы можем и в новом удобрении, созданном на основе комплекса аминокислот – это аминозол. 2 мл на 200 мл воды и технология такая же замачивания. Мы смачиваем либо фильтровальную бумагу, либо марлю и раскладываем наши семена. Аминозол дает хороший старт нашей высаженной рассаде и повышает стрессоустойчивость растений. Аминозол эффективен не только для замачивания семян, но и в подкормке. При посадке рассады 50 мл аминозола мы разводим в 10 л воды и поливаем посаженную нами рассаду под корень. Кроме того, в течение сезона мы каждые 20 дней поливаем наши растения раствором аминозола – 100 мл на 10 л воды. Аминозол способствует получению более крепкой рассады, и растения, выращенные из такой рассады, отлично усваивают другие питательные вещества. И мы получаем в результате богатый хороший урожай. Чтобы предотвратить перерастание рассады, ее вытягивание, мы должны обязательно ей помочь, и для этого использовать препарат Рэйки. Это ретардант, который поможет нам вырастить рассаду более крепкую. Он стимулирует образование корневой системы, снижает нарастание излишней листовой массы, более толстым становится стебель, коротким. И рассада таким образом у нас получается крепкая, здоровая, не ломается и не хлоротичная. Препарат Рэйки мы можем использовать двумя способами. В качестве внекорневой подкормки. Мне, кстати, больше нравится именно внекорневая подкормка, поскольку препарат эффективно и быстро попадает в растение. При достижении нашей рассады двух-четырех листьев мы опрыскиваем препаратом Рэйки. Примерно через 10-12 дней мы можем повторить и сделать еще две обработки препаратом. Либо мы проводим однократный полив такой же дозы препарата нашей рассады. Используя препарат Рэйки мы получаем мощную здоровую рассаду с хорошо развитой корневой системой, которая удачно проживется на ваших дачных участках. Дорогие дачники, надеемся, что наши советы помогут вам получить хороший большой урожай. Удачного вам посадочного сезона!